Золото в весовой категории до 67 килограммов завоевал воспитанник Рязанской детской юношеской спортивной школы «Золотые купола». Мастер спорта России Владислав Власенко. Спортсмен одержал победу в разделе К1. За победу ему пришлось побороться. Конечно, победа далась тяжело. Все победы даются тяжело, как физически, так и морально. В первую очередь были проведены огромные сборы, то есть было потрачено очень много усилий для подготовки к данным соревнованиям. Количество сил было потрачено на разрешение выезда вообще за границу. Сама атмосфера данных соревнований, все это собирается вместе и дополнительную нагрузку дает. Слава Богу, все получилось и выиграли. Крупнейший мировой турнир по кикбоксингу «Бестфайтер» проводился в этом году в 24-й раз. Владислав первый раз принял участие в нем. Спортсмен рассказывает, что в финальном поединке столкнулся с Максимом Черненко, мастером спорта России по кикбоксингу. Бой оказался нелегким. Каждый из соперников был сильный, потому что турнир был очень значимый и слабых соперников там нет. Финальный бой свой с нашим спортсменом из России, который для меня был самым тяжелым и участие запоминающимся. Парень очень хороший, мастер спорта по боксу, мастер спорта по кикбоксингу, чемпион среди профессионалов с Владивостока. И с ним у меня получился очень тяжелый, упорный бой, но я был готов лучше и держал победу. Алексей Земсков, заслуженный тренер России, президент Федерации кикбоксинга Рязанской области, рассказал о дальнейших планах спортсмена. Мечта каждого кикбоксера в России – это войти в состав национальной сборной для поездки на чемпионат мира или Европы, которые будут проходить в следующем году Европу, допустим, и там принести в копилку нашей сборной золотую медаль. Мы поздравляем мастера спорта России рязанца Владислава Власенко с победой на Кубке мира по кикбоксингу и желаем ему удачи на следующих соревнованиях. Олеся Котровская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Субтитры создавал DimaTorzok